я вас приветствую с утра в такапуне порылась людей много вещей много ничего не нашла такого подходящего на себя поэтому пошла в супермаркет такой небольшой шоппинг-центр в такапуне такой классный такой чистенький такой аккуратненький мне так нравится я всегда попадаю сюда в воскресенье когда приезжаю в такапуне поэтому я тут запаслась кое чем приеду домой покажу но сейчас я еще хочу пройти на этот на рынок нектаринами запастись если они еще и продают и мандаринчиков прихватить эти чтобы на целую неделю хватило ой так мне тут нравится как здесь уютно по-домашним я хочу показать вам цены смотрите здесь вот такие нектарины я собираюсь покупать 749 килограмм яблоки 399 пакетики там 4 штучки значит что еще здесь вот такие персики по 749 сливы по 699 и апельсины 649 килограмм сейчас я пройду туда на рынок и посмотрим почему там что арбузики 899 ну 9 долларов штука выбирай любой хоть большой хоть маленький я выхожу через боковой выход супермаркета не супермаркета шопинг-центра этого зрителя по коврику по коврику идешь здесь такие классные без фотографий как детей развлекают новой зеландии они любят так детей поразвлекать детям такое интересно по грязи покататься что здесь еще есть такое интересное это показано что тут может быть на базаре такие красивые картинки такой смотрите такой классный лебедь называется это птичка у нас знаете как не это не птичка это называется озеро попова помогут купаке пупу пупке тоже ник кип Public 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 чего красивого а тут красивого такой спортивные смотрите такой наш окланд ночью такой он красивый только я по ночам единства талис и поэтому поэтому увидите кого невозможно но это-то коперина сейлинг-класс. Это значит в Токапуне на пляже вот здесь детей обучают ходить под парусом. Поэтому, если ты хочешь научить своего ребенка ходить под парусом, ты можешь его записать в Токапуне в специальный класс. Ну, не класс, группу. Группу, которая обучает. Так, ладно. Я вот тут выйду. Если классно, идешься по коврику. Хоть есть ступеньки, хоть есть для таких, как я с троллей проехаться, или это для инвалидов. Это искусственные. Всякие цветочки. Выходим. Вышли, вышли. Ой, уже такое утро хорошее. Уже близко к десяти часам. Сейчас я туда поднимусь и на рынок. Рынок, он же на стоянке. Тут рядом такая зеленая зона небольшая. Так приятно смотреть. Детки качаются. Чаечки ждут. Может, им кто-нибудь чего-нибудь бросит. А может быть, и нет. Хотя он там, женщина пришла и кормит. И голубей. Что там там насыпало. И голубей, и чаек. Ой, а еще... Еще он там, смотрите. Там далеко в глубине, так, если по прямой смотреть. Там стоят лица китайской национальности, которые любят поделать свою зарядку с утра. Они у нас там есть. Недалеко от меня, на Квинн-стрит. И каждый день делают свою эту зарядку. Интересно. Попробуйте вот так поподнимать руки, как они. А еще, знаете, она у них такая зарядка. Они поднимают руки, и потом стоят там долго-долго. С воднятыми руками. Уморишься делать. Так. А тут вот мамы с детьми. Разные. Разных национальностей. Так. Ладно. Приятное зрелище. Пошла. Я вон уже вижу там свою палатку. Дошла. Вот арбузики. 15 долларов штука. 20 долларов штука. А там он дальше такие большие. 25 штука. Так. А это что? Три каждый. Или два на пять. Это, знаете, эти поганенькие и гневенькие. Вот это тоже по доллару штука. Это переспевший гнилой ананас. Никогда не берите такого цвета. Так. Апельсины тут новозеландские по 2 доллара штука. Мандарины 3.50. Сейчас пойду там навыбираю себе. Ой, а нектаринов-то и нет. Наверное, закончился их сезон. Ой, как обидно. Ну, пойду там посмотрю, что там другое есть, чем можно поживиться. Яблочки тут 3 доллара килограмм. Я уже так вот два кулечка себе набрала. Мандаринчиков, яблочек. Так, что еще тут? Это груши такие по 3 доллара килограмм. Ой, у них так музыка всегда орет. Пожалуйста, вы знаете, создает приятное настроение. А тут сливы, абрикосы, персики вот такие, все по 5 долларов. Написано все косточковые по 5 долларов. Знаете, хочется взять вот такой персик, но я не знаю, дозреют ли они, если полежат. Может быть, и доспеют. Нектарины достивали. Ну, возьму штук 3 так, на всякий случай. А кукурузка у них сегодня по 1,5 доллара. В прошлый раз вот, полтора доллара штука, а я брала по доллару. Помидоры по 3,50 классные. Манго 2 на 5 или 3 доллара. Так, в общем, мои пакетики теперь надо довезти все домой. Чтобы там, так сказать, насладиться. А вот еще есть такие нектарины, но это меленькие, белорозовые. А что там, одна косточка будет. Поскольку я, так сказать, пошаталась по супермаркетам и по всем этим, лохмытошным, лохмытошным, как мама моя на кого-то говорила, такая лохмытошница. Ну, те же любят в тряпках порыться. Так вот и я, лохмытошница. То людей очень добавилось, еще солнце. Так, теперь мне вот это по прямой туда. Сейчас я хочу подойти там, где продают овощи. В этом году у меня, так сказать, проснулась любовь к цукиням выпекать в своем аэрфрагере. И поэтому я хочу запастись, потому что у меня, по-моему, там уже ни одного не осталось. Что-то я и в супермаркете не обратила на них внимания. Так, тут выпечка, а то тут такое все дорогое. Я не знаю. Семь долларов какой-то вот такая. Круассан семь долларов. Охренеть. Они стоят четыре доллара, шесть долларов, четыре штуки в супермаркете. А их тут продают по семь долларов штука. Сейчас мы побежали все это выпокупывать. Какая женщина вся разрисованная. Уродство такое. Ужас какой. С моей точки зрения. Все вот это, что человек наносит с такой страстью на тело, все это ужасно некрасиво. Так, кто тут эти продают такие? по пять долларов, как оно сказать, оладьи с начинкой. А я всегда помню, что они у нас в Сити были по два духлора. И мне никогда не хочется их покупать. Ой, так, я вот хочу купить один баклажан, два на девять или один пять. Это я не буду брать. Я посмотрю, подумаю. Я хочу там салат сделать. Не, я, наверное, возьму один. Я хочу сделать салат и, так сказать, показать вам такой классный вкусный салат. Его можно делать и из таких, из таких баклажанов, и можно делать из вот таких. Из таких оно получается, знаете, как, нежненько, более нежненько. Десять долларов килограмм я один возьму. Один? Один. Мне бы надо перчинку, а у них три на пять или одна-два доллара. Перчинку, перчинку. Так, ой, я подумаю. Надо спросить у них вот этот перец горький или нет. Сейчас спрошу. Цукини есть? По шесть долларов килограмм, но это очень мелкие. Я бы хотела покрупнее немножко. Вот что-то почему-то нету. Ну, разобрали, наверное. спросила. Сказали, что он немножко горький. Немножко горький. У меня есть вот та, я же покупала перчину в прошлый раз. И она, я ее порезала и заморозила. Знаете, замороженной как бы не вытащишь. Так, сейчас я подумаю, где мне купить такую. Ой, это только в супермаркете можно купить. Так, ну, что же это вот? Куржет. Куржет. Нет, не куржет. Куржет это кабачок. Ну, хотя называется у нас цукини Куржет. Так, вернулась в палатку, где все дорого. И вот тут вот нашла то, что я хотела. Вот такой красивый красный перчик. Мне одного хватит. Оно будет в салате так красиво смотреться. Знаете, такие красненькие полосочки. Так, вот так, чтобы взять хороший, чтобы он был не гнилой. Один, а почем он? Доллар штука. Да, так, донар штука. Охренеть. Цена такая. Что здесь такая полоска? Что поделаешь? Ради искусства, для того, чтобы снять видео. Для того, чтобы снять видео. Купить одну перчину за доллар штука. Ну, так. Такая, знаете, судьба блогера. Что тебе приходится покупать? Ну, он спрашивает, что драть с людей за такое? Или четыре штуки на три доллара? Не, я не хочу четыре ой, а так я возьму только один такой красненький. Да, ладно. Главное, чтобы не гнилой взять его такой хороший. Бухлите, богатых людей много. Смотрите. Это я так выбрала момент, когда не очень много людей у него стоит. А так, пожалуйста, люди покупают без всяких проблем. Так, а вот и цукини. Сейчас еще и цукини возьму. 3,50 килограмм. Тоже ничего. Это хорошая цинка. Так, брокколи не было. Брокколи не это вот такое. Знаете, брокколи это брокколи, а брокколи это вот такие цветочки на палочке. 12 долларов килограмм. Зато тут бумажные пакетики тебе дают. Не уничтожают окружающую среду. Так, ладно, сейчас я вот тут возьму эти. куржет написано, хотя они цукини на самом деле. Не брызганные написано, не брызганные. Я вернулась, выгрузилась. Но так как я без завтрака, хотела прям сразу показать то, что я купила. Увы, надо позавтракать, а то знаете, как-то настроения нет. Сейчас закончу завтрак, а потом продолжу. тканье 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 тканье